здравствуйте всем приятного аппетита чаепития поездки на работу может быть с работы в общем где бы вы ни были здравствуйте и приятного вам чего-то сегодня мы наверное начнем как раз таки серию моего прочитанного это будет крутая серия которая будет как домашнее задание вот за тот мой промежуток огромный когда я не снимал видео чтобы вы могли скажем так флешбэкнуться со мной и я вам расскажу все о чем что я прочитал ролики я буду делать по градации как если бы я оставил их на позиции знаете там от не от меньшего к большему чтобы ваш интересно растал мои эмоции при рассказе тоже были ярче мне кто-то говорил типа начинай снимать самое крутое расскажи все сразу что тебя впечатляет я думаю что так не работает я так делать не хочу собственно поэтому и не буду расскажу сначала то что мне зашло не очень скажем так ну начнем с предыстории о том как я вообще ознакомился с данной книгой вы наверное уже прочитали что это за книга и возможно уже какое-то отношение ко мне выработали исходя из того что я там сейчас скажу но имеется ввиду в названии или это как штука называется пофиг мы с алисой по утрам с понедельника по пятницу кроме выходных и если понедельник выходных короче с понедельника по пятницу проводим в 7 утра прямой эфир у нее на канале как-то раз на прямом эфире я рассказал о том что я вот уже это 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 прочитал и попросил совета мол накидайте мне сейчас фэнтезиатины которая по вашему мнению мне зайдет я что-нибудь из этого возьму и прочитаю и пал выбор на локвуда и компанию то есть там 235 может человек написали вот локвуд и компания тема пушка читай тебе понравится примерно так я с ним и познакомился собственно первую книгу я прочитал это говорящая лестница и давайте я вам немножко расскажу вообще что это за книга во первых это детектив детектив необычный детектив фэнтезийный и дело там происходит в лондоне не помню каких лет годов говорите как хотите мне без разницы ну мне кажется по ощущениям это где-то там восемь тысячи там девятьсот восьмидесятый может что-нибудь такое хотя не непонятно ну короче там нет как такового стрелкового оружия но почему-то есть бомбы гранаты своего рода но почему там все дерутся рапирами никаких пушек там нету и суть в том что весь мир там в какой-то момент начал заполняться привидениями призраками и человечество столкнулась с такой проблемой как эти призраки мешают жить нам нужно с ними что-то делать но так сложилось что призраков видеть чувствовать могут лишь дети подростки а чем ты становишься старше тем твои навыки как бы ухудшаются соответственно речь у нас пойдет о ком правильно о подростках ну относительно подростках там 17 16 лет 18 может кому-то и это агентство по изгнанию призраков которые попадают наши там главная героиня хотя их там трое они все главные примерно речь идет кстати от лица девушки что мне тоже был непривычно я ни разу еще не читал книг в котором повествование идет от женского имени не тяжеловастенько было ассоциировать это как-то по понятным причинам это как я и говорил такой своего рода детектив но детский подростковый ладно не детский он абсолютно беззубый в том плане что ну там нет каких-то там эротических или кровавых сцен это вот не туда это не про эту книгу совершенно так в этом мире где очень много привидений работает вот эта компания она очень маленькая безызвестная с там с финансовыми трудностями и они все это решают и я думаю что эта книга отлично вам подойдет если вы во-первых либо очень любите читать подростковую какую-то литературу ну такую знаете добрую светлую хэппи-энд либо если вы просто молоды и сложные книги вам еще не охота читать хочется какой-то там такой простой доброй истории потому что переживаний честно говоря пока я читал я особо не почувствовал то есть там не было какого-то там острого момента что вот-вот и вот кто-то там умрет и я буду там привязался к персонажу он сейчас покинет книжку выйдет из чата но там нет такого банально вот и все просто нет теперь давайте немножко расскажу о том как вообще я отношусь к данной книге я сразу скажу мне она не зашла просто потому что на мой взгляд она реально беззубая абсолютно она не вызвала у меня никаких эмоций кроме того что я вот я прочитал и такой ну вот такая литература еще бывает видимо всю литературу есть свой читатель сам факт того что я до сих пор печатают значит она продается если она продается значит ее любит много людей очевидно собственно и эти перевели еще на кучу разных языков ну да мне там понравилось короче там нет вообще ничего что вызвало бы во мне вау-эффект какой-то восторг там как в витаностре или волкодаве ведьмаке темной башни но я конечно уровни выбрал да тоже совершенно разные ну мне просто посоветовали я же не знал что это я даже не читаю эту на задней стороне понятия не имею предисловие пусть будет я не читал предисловие мне интересно вот вслепую вот так кек и на мой взгляд это правильно знать о чем это наверное полезно но не в моем стиле да и только то соответственно что мне там не хватило я могу сказать что из плюсов это отличная детская литература ее можно читать подросткам давать читать даже детям там ничего сверх плохого не происходит так что если вы мама которая хочет приучить ребенка к книгам это отличный выбор то есть для начинающих читателей это прям во особенно если они не особо вдумываются да в то что читают и просто это для них как история по телевизору прям зайдет на мой взгляд все было слишком предсказуемо то есть там какие-то такие ходы они не то чтобы банальные они очень прозрачные то есть очень сильно линейный сюжет там нет такого что автор тебя отвлекает от каких-то событий вскользь о чем-то упоминает и ты в конце возвращаешься и понимаешь что о надо было обратить на это внимание я не обратил на это внимание там все линейно все очень просто линейно нет вот каких-то таких прям качелей отсутствует напрочь поэтому говорю вот эта литература для детей либо для любителей добрых историй такие есть и по 40 лет людям и по 50 и по 70 и по в любом возрасте есть человек который любит такое доброе теплое что-то мне больше конечно нравится что-то сложное с эмоциональными качелями то есть там где могу вдоволь посмеяться до слез загрустить испугаться испытать отвращение внутри ну то есть вот такие эмоциональные качели которые запомнятся мне в книге на всю жизнь эту книгу я через два-три месяца уже не вспомню то есть мне не зашло от слова совсем поэтому я рассказываю эту историю вам первой но я уже говорил многим она подойдет в связи с этим я бы хотел попросить вас чтобы вы в очередной раз помогли мне потому что в комментариях мне реально накидали уйму книг вот том каком-то старом видео где я прошу совета вы мне дали очень дельные советы поэтому я в вас подписчики верю очевидно вы здесь потому что у нас вкусы совпадают соответственно к ним я буду прислушиваться больше нежели к мнению других людей будьте моими советчиками вновь мне хочется что-то посложнее попереживательнее по интереснее что-то с поворотами сюжетными которых ну никак не можешь предугадать и по ожидать и неважно это будет классика фэнтези еще что-то просто хочу книги которые оставляют за собой неизгладимое впечатление примерно такой коротенький видос получился я знал что он будет мне длинным потому что тут особо рассказывать было не о чем и опять таки это больше обращение к вам мои любимые дорогие друзья товарищи подруги как хотите приходить к нам на эти как они прямые эфиры колесе на канал ссылочку я оставлю в описании на локвуда и компанию тоже наверное оставлю ссылочку в описании а еще такую штуку забыл в общем я в прошлом видосе рассказывал про новенького парня про его фэнтези и забыл поставить ссылку чтобы вы могли там приобрести как-то его книжку она там сточит рублей 150 чисто ради поддержания может а может кому-то будет интересно смотреть за ростом нового писателя а может кто-то просто захочет тяжелые времена поддержать человека который пишет книги оставлю вам еще ссылочку внизу на артемия карташова книга род героев дракон он кстати обещал мне под новый год заслать вторую часть книги и тоже прочитаю он смотрел мой прошлый видос говорит типа да все знаю вот эти вот косяки там учту и вообще круто мы с ним познакомились поближе он у меня в вк есть можете через мой вк его вк найти если хотите а теперь то точно вот все подписывайтесь на канал ставьте лайки ставьте чё хотите ставьте активность любая вообще приветствуется расскажите всем пожалуйста блин я понимаю что сейчас никто вообще да и никогда наверное никто не делал репосты с видосами в социальных сетях может быть вы это сделаете репостик чисто по-братски посестрински пожалуйста репостик я хочу хочу 5000 подписчиков на канале сделать до конца лета вот это будет прям кайф вот давайте попробуем поможете мне сделаем какой-то может розыгрыш или еще чего-нибудь такое замутим у меня кстати есть календарь у меня есть календарь властелин колец хотите можем его разыграть вот я об этом как нибудь условия придумаю такой вот видос получился короткий я не знаю там меньше 15 минут на камере записалось сколько я еще вырежу и блин спасибо что смотрите это вообще все благодаря вам вашей поддержке все благодаря тому что мы друг друга очень не любим и это блин это не сарказм это действительно так я крайне такой вампироподобный человек в плане внимания очень хочется быть знакомым с кучей-кучей интересных людей потому что это ну много не мало как говорится опять заболтался никто и не посмотрит до сюда ну а тем кто досмотрел спасибо пока пока